Друзья, привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этом видео я постараюсь ответить на все часто задаваемые вопросы, касаемые Xbox One. Дело в том, что мне практически каждый день пишет множество человек с однотипными вопросами. И чтобы не отвечать каждому по сто раз, я и делаю это видео. Сразу скажу, что я не техноблогер, я не мега крутой какой-то специалист по починке всего, чего видно. Я просто обычный человек, который знает ответы на многие вопросы. Вот и всё. В случае, если вам лень смотреть абсолютно весь этот длинный ролик, то переходите в описании к видео или в комментарии, и, скорее всего, вы там найдёте свой вопрос. Просто кликайте, и сразу будет ответ. Там же вы найдёте и ссылку на плейлист с гайдами. Там разобраны практически все вопросы, касаемые Xbox One. Как по мне, я снял, ну, практически всё, что возможно об Xbox One, и не найти какой-то ответ на какой-то вопрос, это, ну, практически нереально. Поэтому переходите и чекайте. Короче, с вас подписка и лайк, и мы начинаем. Можно ли подключить внешний жёсткий диск к Xbox One? Да, можно, но главное, чтобы он соответствовал требованиям. Версия USB должна быть не ниже, чем 3.0, и чтобы жёсткий диск был не меньше объёма 256 гигабайт. Кстати, при помощи внешнего жёсткого диска можно увеличить время записывания геймплея на Xbox One через функцию GameDVM. Просто это знаете. Меня не слышат друзья в чате, а я их слышу. Что делать? Ну, тут две версии. Скорее всего, либо ты просто не включил гарнитуру, это делается в настройках, либо же у тебя просто сломалась гарнитура, и её нужно менять. Xbox One шумит. Нормально ли это? Да, это абсолютно нормально. Если он иногда у вас шумит капец как громко, то это тоже нормально. Потому что там какая-то умная система охлаждения, и если он шумит очень сильно, значит он себя вот так вот охлаждает. Поэтому это всё нормально, не партийский. Если он у вас шумит капец как громко, в простом состоянии, без включённой игры, то это как бы проблема, и лучше позвонить в техподдержку Microsoft и попросить замены, если у вас гарантия не вкончилась. Я не могу купить подписку. Ох, вот этот вопрос, мне кажется, часто задаваемый. Самый часто задаваемый, скажу вам. Ребята, сейчас в России подписку купить нельзя, и чтобы купить подписку, вам нужно идти в розничные магазины, или же просто купить через розничные магазины, через их интернет-магазины. Всё, подписку в Microsoft Store через Россию купить уже нельзя. Всё, про это забудьте. Подробнее об этой теме вы можете посмотреть целый ролик, записанный мной недавно. Он тоже находится в комментариях, около этого вопроса. У меня стик идёт вверх. Что делать? Чуваки, тут либо менять геймпад, либо самому паять новый аналог. У вас сломался механизм, и простым каким-то способом это не починить. Если же у вас есть гарантия, то лучше позвонить в Microsoft и попросить замену. Напоминаю, что гарантия на геймпады, купленные отдельно от Xbox One, гарантия 3 месяца. Геймпады, которые шли в комплекте с Xbox One, гарантия год. У меня игра требует голд-подписку, но голд у меня куплен. Что делать? Чуваки, тут скорее всего у вас голд не куплен, поскольку если бы у вас голд куплен, такой бы проблем не было. Посмотрите в журнале подписок, сколько у вас осталось срока данной подписки. Часто мне такие вопросы пишут, и оказывается, что у них просто просрочилась эта подписка. И они потом задаются вопросом, типа, блин, как так, у меня же была она. А в итоге она просто и срочно. Такое тоже может быть. Также данным вопросом многие задаются, у кого много аккаунтов. То есть, если у вас аккаунт какой-то стоит недомашним, то у вас голд не распространяется. То есть, нужно будет заходить на этот профиль, чтобы он был включенный, и играть с него, и тогда голд будет доступен на всей консоль. Можно ли купить подписку через другой регион? Да, можно, но не через банковскую карту России. Дело в том, что к каждому региону должна привязываться определенная карта. В случае Украины, Казахстана и Беларуси, в тех регионах, в которых нету Microsoft Store, то они могут покупать абсолютно везде. В России же есть Microsoft Store, поэтому банковская карта привязывается только к России, и вы не сможете привязать ее к Америке или к Аргентине. Поэтому стоит вот такой вот блок. Поэтому, как бы, вы можете теоретически купить в другом регионе, если у вас имеется другая карта. Но через российскую карту вы это сделать не сможете, потому что к каждому региону должна привязываться конкретная карта. Россия к России, там Америка к Америке и так далее. Только Украина, Беларусь, Казахстан и в тех регионах, в которых нет Microsoft Store, то их карта может привязать к абсолютно любому региону. И у вас оплата пройдет. То есть, если у вас карта уже привязана на профиль, не спешите радоваться. Она у вас не привязана к американскому региону, она у вас привязана к российскому региону. И когда вы переключите регион, то вы можете заметить, что карта оплаты у вас не существует. Но, при переходе обратно, все будет нормально. Поэтому, вот так вот, ребят. Что делать, если подписка не активируется? Тут, пацаны, два варианта. Либо с Xbox Live что-то не так, проверьте статус. Либо просто попробуйте переставить регион. То есть, просто уточните там, где покупали, какой регион ставить при активации данного ключа. Поскольку, недавно был случай, что 1С Интерес продавала коды на Xbox Game Pass Ultimate, которые не активируются в России. И, чтобы активировать, надо было просто поменять регион. Для точной информации лучше уточнить все у продавца, у которого покупали. Поэтому я и советую, в принципе, покупать официально, потому что могут быть всякие. Не входит в Xbox Live. Что делать? Просто, скорее всего, переждать. Поскольку, когда в Xbox Live не входит, то, скорее всего, эта проблема вообще общая. И тупит сам сервис. Тут только лишь переждать и просто выключиться от сети и поиграть в офлайн. Все. Тут надо ждать и просто чекайте статус Xbox Live. Что делать, если профиль не становится домашним? Чуваки, это лучше посмотрите ролик, который я снимал. Там нужно, короче, написать имя и фамилию на английском языке, и у вас все будет в порядке. Также, еще очень часто задаваемый вопрос. Есть ли игры, которые не требуют голд подписки? К сожалению, данных игр нет. Чтобы играть в мультиплеере, абсолютно во всех играх нужна голд подписка. Да, на PlayStation 4, в бесплатных играх, подписка PlayStation Plus не требуется на Xbox One. Требуется абсолютно всегда подписка, если вы хотите поиграть в мультиплеер. Это как бы нерешаемые проблемы. Просто покупайте подписку, и тогда все будет нормально. Не заходит в профиль. Что делать? То же самое, что и когда не заходит в Xbox Live. Просто нужно переждать. А привяжется ли диск к моему аккаунту? Не поверите, но это тоже часто задаваемый вопрос. Потому что многие люди, которые первый раз включили Xbox, видимо, когда-то услышали слух, что диск привязывается к консоли, и задались этим вопросом, типа, можно ли будет потом диск перепродать. Если что, диски не привязываются к аккаунту, вообще не привязывают. Вы можете хоть 300 раз на разных консолях сунуть этот диск, и у вас будет играться. Нет, это лишь слух и просто байка, когда Xbox еще не вышел. Так, следующий вопрос. Можно ли сдать геймпад по гарантии? Да, без проблем. Если он у вас сломался, то сдать по гарантии можно лишь через поддержку Microsoft. Если вы вернетесь в магазин и скажете, чуваки, у меня сломался геймпад, то вам, скорее всего, там ответят, типа, нам пофиг, звоним Microsoft, как это было в начале. Как сейчас делают, к сожалению, подсказать не могу, но, скорее всего, точно так же. Поэтому, если у вас сломался геймпад, вы просто набираете номер телефона техподдержки Microsoft, говорите о проблеме, и если у вас есть гарантия, сроки гарантии я называл в начале видео, то они просто берут ваш адрес, вы подготавливаете геймпад, либо сами отсылаете геймпад, либо же к вам приходит курьер, забирает у вас геймпад, или сразу же привозит новый, как-то так, короче. Если есть гарантия, то вам обменяют. Но главное, сохраняйте чеки, если вы купили геймпад отдельно, потому что там нет серийного номера, он не привязывается к аккаунту, как это делается с консолью, и поэтому у вас потребует чек на покупку. Как обменять консоль по гарантии? Точно так же, просто звоните в поддержку, рассказывайте о проблеме, и вам уже говорят, что дальше будем делать. Могу ли я играть в игры по подписке без интернета? Да, сможете, если аккаунт с подписками стоит как домашний. Если же профиль просто загружен, то вряд ли вы поиграете, он попросит зайти в сеть. Если же профиль стоит домашним, то без проблем сможете играть в такие игры, как по подписке Xbox Live Gold и по подписке Xbox Game Pass, это без проблем. Ну а через месяц, возможно, Xbox вас попросит зайти, дабы удостовериться, что это ваш аккаунт и тому подобное. То есть у вас есть, грубо говоря, срок действия игры без интернета. Ну, в целях того, чтобы вы никого не обманывали. То есть, грубо говоря, вы можете купить подписку Xbox Game Pass, а потом отключиться от интернета и играть сколько угодно. Нет, такого не проканает, поскольку через какое-то время Xbox попросит зайти в сеть. Где покупать игры дешевле? Чуваки, тут либо заводить карту Украины, Белоруссии, Казахстана и покупать через Аргентину, либо же просто ждать официальных скидок. Это самое надежное и, по-моему, самый правильный вариант. Какие-то группы продаж я советовать не хочу, поскольку вас никто не застраховывает от обмана. Никто и никогда. Даже если продавец там может быть капец какой честный, все равно не факт, что он у вас когда-нибудь да не обманет. Если я дам другу аккаунт, то мы сможем вместе играть в мои игры? Да, сможете при помощи функции домашней консоли. Подробнее о функции вы можете посмотреть также в ролике, который находится в комментариях. Геймпад после включения отключается и что делать? Тут, скорее всего, либо просто подключать геймпад по проводу, либо же просто попробовать поменять батарейки, возможно, дело в них. Или же попробовать приконнектить геймпад там два раза, чтобы он точно не потерял связь. В любом случае, данная проблема решается, если вы подключите USB и будете играть через шнур. У вас он точно не отключится. Можно ли к Xbox One подключить клавиатуру и мышь? Да, можно, но она будет работать не во всех играх. Абсолютно полный список игр можно найти в интернете, но не факт, что какие-то игры все еще не получили поддержку. Такая вот игра, как Warface, она все еще не получила поддержку, хотя и говорили, что поддержку она должна получить. Xbox слишком горячий. Что делать? Чуваки, я на самом деле не понимаю, когда мне пишут данный вопрос, поскольку вы что, с градусником сидите и меряете температуру Xbox? Многие пишут, что, блин, я потрогал Xbox рукой, и он, капец, какой горячий, чуваки. Ну, он греется, и как бы, если он у вас работает, не перезагружается, да, то, значит, это все нормально. Твоя машина, которая работает, она греется. Xbox не исключение. Если он у вас горячий, но не вырубается, да, то это все нормально. Если же он у вас горячий и через какое-то время вырубается, то да, это уже, грубо говоря, повод заволноваться и позвонить в поддержку, и лучше поменять данное устройство. Также, возможно, греться он может из-за добитости пылью. К сожалению, как чистить я рассказывать не буду, поскольку я сам этого не делал, потому что его нужно разбирать и просто прочищать. Но в первый же год, когда я тоже якобы запаниковал, типа, там много пыли, я просто прошел с пылесосом около решеток. В итоге, четвертый год, он работает как новый. Нужно ли менять термопасту? Не поверите, но это тоже несколько раз спрашивали. И тут у меня ответ очень прост. Чуваки, это не ПК, это такое устройство, которое вы должны купить, поставить и забыть. Никак в нем не ковыряться. Да, если вы хотите поменять термопасту, если вы там можете поменять термопасту и видите в этом смысл, поменяйте. Но лично я не меняю и не видел нигде в инструкции, чтобы советовали когда-то менять термопасту у консоли. Вообще не советуется лезть внутрь консоли вообще. Поэтому мой ответ нет, не нужно менять термопасту. Но опять же, как выбор за вами, если вы хотите, поменяйте. Шумит блок питания. Что делать? Чуваки, да, это есть такая проблема у FAT-версии, когда блок питания немножко шумит, и тут лишь смириться. Если он шумит капец как громко, то лучше все-таки его поменять через, опять же, через поддержку. Но у меня он шумит не так сильно, поэтому я просто забил фиг на это. У меня кончились подписки, но я все равно играю в онлайн. Чувак, ты везунчик. Если у тебя реально закончилась подписка, у тебя нет каких-то левых аккаунтов, у тебя этот аккаунт, на котором закончилась подписка, стоит как домашний, и ты все равно можешь играть в онлайн, чувак, тебе очень повезло. Не задавайся лишними вопросами и продолжай играть. Потому что, наверное, 3-4 человека мне писало о том, что они продолжают поиграть в игры без подписки. Ну, в мультиплеер. Мы пришли к выводу, что это такая вот щедрость и просто глюк аккаунта, что якобы он думает, что голд на этом аккаунте есть. Опять же, многие так пишут, но даже не подразумевают того, что у них на каком-то аккаунте стоит голд, и он как домашний. Поэтому тоже так же может быть. Также еще один вариант того, что вы можете играть в мультиплеер без голда, это то, что, скорее всего, действуют бесплатные выходные. Да, такое тоже есть. И майки иногда дают поиграть в мультиплеер без голд статуса. Они распространяют данную акцию, по-моему, два раза в год, по несколько дней. Поэтому, если вдруг закончилась подписка, и вы так вот попали, то у вас, да, без подписки будет играться. Я, кстати, два раза так попадался. Первый раз, когда я покупал Xbox 360, то есть я подключил интернет, и бах, голд бесплатный. Отлично. И второй раз, когда у меня кончился голд уже на Xbox One. То есть у меня просто кончился голд, и наступили опять бесплатные выходные, и плюс четыре халявных дней. А нужно ли и как чистить Xbox? Как я говорил ранее, я не знаю. Но как я говорил ранее, лично я его не чистил, я просто прошел с пылесосом поверх решеток, и все. Вообще не рекомендуется его как-то чистить и вообще как-то скрывать. Поэтому, если вы хотите, если вы умеете, то почистите. Но опять же, это не требуется, поскольку там кулер на полконсоли, и он всю ненужную, капец какую ненужную пыль, он просто, грубо говоря, выталкивает. В наушниках нет звука. Что делать? Чуваки, тут, скорее всего, либо у вас проблемы с разъемом, либо с самими наушниками. Но уж опять же, перейдите в настройки, посмотрите на микшер чата. Возможно, у вас там что-то не так. Стоит ли меня Xbox One Fiat S на X-версию? Чуваки, тут выбор каждого конкретного принципа, нужно менять, не нужно, нет. Если у вас есть деньги, если вы хотите более четкую графику, то да, X можно купить. Если же вас устраивает графика на Fiat-версии, на S-версии, то зачем вам тогда Xbox One X? Там игры все равно одни и те же. Можно ли подключить беспроводные наушники? К сожалению, беспроводные наушники можно подключить лишь конкретные. Просто наушники подключить нельзя, к сожалению. А специальные, у которых там какие-то специальные адаптеры для подключения можно, но их нужно искать и стоят они довольно дорого. Вопрос часто задаваемый с Украины. Стоит ли покупать консоль, а то я слышал, что в Xbox Store нет региона Украины и нет данной валюты. Чуваки, да, как бы проблем существует, но у вас нет Xbox Store и это вам на руку, поскольку вы можете покупать абсолютно в любом регионе, в котором захотите. И чтобы сэкономить, вы можете покупать игры через Аргентину. Поэтому покупайте Хуан и то, что у Xbox Store нет в вашем регионе, вам только на руку. Вы будете покупать все через Аргентину по меньшей стоимости. Можно ли играть вместе с другом, у которого ПК? Да, можно. Но конкретные игры, а именно игры с поддержкой Play Anywhere и которые поддерживают кроссплатформенный мультиплеер между ПК и Xbox. Опять же, это все игры Play Anywhere и некоторые игры по типу Fortnite и Rocket League. Также владельцы Xbox One могут играть с владельцами Xbox 360. Но для того, чтобы соединиться, вам нужно будет зайти в дашборд Xbox 360. Он вызывается кнопкой пауза и кнопкой Back, которая находится левее паузы. И через дашборд Xbox 360 просто пригласить друг друга в игру. Можно ли ставить моды в игры Xbox One? Да, можно, но лишь в определенное. В такие игры, как GTA-шку пятую, вам вряд ли получится поставить моды. Насколько я знаю, данная фича есть у игры Fallout 4. То есть, там как-то через ПК можно поставить моды на игру. Но знаете, если вы поставите моды на игру, то больше вы не сможете получать с этой игры достижений. Это факт, вы больше назад не вернетесь. Поэтому играйте, как оно есть, если вы хотите получать достижения. Какой-то конкретный список игр я вам подсказать не могу. Это нужно чекать в интернете и с каждой игрой разбираться отдельно. Есть ли полный список игр на двоих? К сожалению, конкретного списка игр нет, но есть замечательная функция в Xbox Store. Когда вы находитесь на странице той или иной игры, то пролистая вниз, вы найдете, грубо говоря, хэштеги данной игры. Там улучшение Xbox One X, мультиплеер и там подобное. И если среди этих хэштегов есть хэштег локальная многопользовательская игра, то значит игра обладает разделенным экраном. То есть, дабы убедиться, вы просто заходите, например, на игру, в которую вы точно знаете то, что можно играть на двоих, и кликайте на этот хэштег. И у вас появляется практически полный список игр, которые поддерживают плитскрин и в которых можно поиграть на двоих. Я тоже задавался таким вопросом, искал игры, в которых можно играть на двоих, и просто кликнул на этот хэштег, и мне выдал полный список. Очень удобно, очень советую. Можно ли ноутбук использовать как монитор для Xbox One? К сожалению, нет. Я сколько не пытался, у меня не получилось. Его можно использовать лишь в случае, если вы перекидываете изображение через потоковую передачу. Да, его можно использовать как экран. Но если вы хотите подключить Xbox One через кабель, через HDMI, то у вас не получится. Поскольку ноутбуки обладают лишь одним HDMI, который выводит изображение на другой экран. Также в этом вопросе я хотел бы разобрать вопрос о том, можно ли подключить Xbox к монитору. Да, можно, но нужен соответствующий переходник или же вход HDMI на самом мониторе. Это были, пожалуй, все часто задаваемые вопросы, касаемые Xbox One. Если у вас остались какие-то вопросы, и они связаны с деньгами, типа я не могу оплатить, у меня там прошел потеш, и мне не дали игру, то лучше позвоните в Microsoft, поскольку это проблема их, и никто лучше не подскажет, кроме них. Просто звоните, объясняйте им проблему, и они с удовольствием вам помогут. Поддержка в Microsoft это одна из лучших поддержек вообще, я вам скажу. Когда я им звонил о какой-то поддержке, они мне всегда помогали, и в принципе помогут и вам. Поэтому если у вас какая-то проблема, то звоните в Microsoft, и все будет в порядке. А на этом у меня все. Если понравилось видео, то ставь лайк, подписывайся на канал, пиши свой вопрос в комменты, ну, мало ли помогу. И большое спасибо тебе за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok